Всем привет! Смотрите какой у меня яркий вкусный супчик получился. Курино-вермишелевый. Как я его готовила, вы увидите дальше в моем видео. Всем приятного просмотра! Возвращаемся к нашей курице. Я разделывала в одном из видео курицу и рассказывала о том, что из одной курицы можно приготовить очень вкусные бюджетные блюда на всю семью из четырех человек. И уже видео снимала, как грудку делала себе в гриле. Ну, жареная курица, по-моему, у меня уже давно была на видео. А теперь я приготовлю из этой же курицы, которую разделывала, суп вермишелевый. Что мне для этого надо? Ну, готовить я суп буду в своей старушке мультиварке. Я в ней очень люблю готовить супы. Она под давлением все делает. Вообще, сколько лет? Я ей уже, наверное, лет семь. А то, может, и больше. Никак не нарадуюсь. Мы ее с дочкой выиграли в сети магазинов Билла. То есть она нам досталась в подарок. Ну, соответственно, подарок за определенные выполненные условия, которые мы выполняли. Ну, вот это подарок, который радует нас уже в течение и на продолжение нескольких лет. И, честно говоря, я в ней особо сильно много ничего не готовлю. Только тушеные картофель с мясом и супы разные. Ну, меня прям вообще очень она радует. Значит, вернемся к нашему супу. Для супа я взяла куриные запчасти. Здесь и кости, и кусочки от грудки. Ну, в общем, все то, что не пошло для жарки и для моего питания. Беру 5 картофелин, 2 морковки, 1 луковицу и, соответственно, лапшу, приправы и соль. Солю я не очень много. Мои потом, кто хочет, досаливают в тарелке. Кому, кто считает, что я мало соли положила, но в основном не досаливается. Ну, сейчас я приступлю к очистке и нарезке овощей. А потом вернемся к вам. Так, я почистила, нарезала морковь, лук. Морковь потерла на терке. Я всегда резала соломкой или натирала на крупной терке. Крупную терку от Бернер мне сегодня лень было доставать. Резать соломкой я пока в последнее время перестала, потому что на терке мои как-то больше любят. Картошку. Ну, кто как любит. Кубики. Ай-яй-яй. Кубиками, кружочками, шариками. Кому как удобно. Кто-то кидает вообще целиковый картофель, потом его уже вареный, вареный, свареный вытаскивает из супа, ломает, крошит. В общем, кто как любит. Это оставляем. Курица на месте. Значит, я включила заранее в мультиварке режим жарка. И сейчас я, немного добавив в чашу мультиварки масло подсолнечного, обычное растительное масло беру, буду пассеровать половину овощей, половину лука и половину моркови. Вторые половины лука и моркови я буду добавлять в свежем виде, не пассерованном. Пассеровать овощи я сейчас буду не до прям такой обжаристости, золотистости, а совсем-совсем чуть-чуть. Я в последнее время стала всегда делать и зажарку, и в свежем виде. Мне так кажется, что таким образом бульон взбирает себя больше вкусов и ароматов от фащей. И получается более разнообразным. Но я сама не ем. Это я только могу сказать по заключениям мужа и детей. Как им больше нравится, так и им понравилось. Они прям в восторге от этих супов. Супчики у меня практически выходят в мультиварке диетические. Ну вот, морковка с лучком уже начали приобретать такую красивую форму. С освещением прошу прощения. Вот, если только так. Аромат. Ну, как вы помните, я уже сказала, что я не люблю доводить прям до состояния очень сильного обжаристого. Теперь я прям так, сюда, да, я готовлю именно так. Вот эта мультиварка позволяет готовить именно так, как готовлю я. То есть, мультиварка с режимом у меня, с функцией пароварки. То есть, набирает давление. И от этого, вот именно в такой последовательности, не в обратную, а именно в такой, я могу себе позволить укладывать сюда ингредиенты. Отправляю в куриные запчастики. Курицу в данный момент, в данном случае, я немного вымочила, потому что варится, она у меня будет под закрытой крышкой, и пеной не снимать я не смогу, потому что это будет под давлением все закрыто. Все, я курицу вымочила в течение двух часов в холодной воде. Все, курицу я сюда отправила. Итак, вот, видим, да, морковочка с луком, курочкой. Все, и такие запахи. Ну, курица как раз, вот, питерская курица, это не магазинная, я не знаю, насколько, но она прям вот отличается от магазина. У нее мясо, посмотрите, прям вообще нежное-нежное, кожа, не такая, как у магазинной курочки. То есть, курица вот вкусная-вкусная. Это мы брали на рынке, если в Москве, кто знает, на 1 литровском СССР это рынок бухта. И так, все. Собственно говоря, на этом приготовлении-то особо больше дальнейшего своего использования и не нужно. Я залила, вот сейчас, 1 литр воды, но наливать буду больше, конечно. Отправляю туда же свежий лук с морковью. Ну, я говорю, что данный вид мультиварки позволяет мне загружать, как казалось, кто-то, кто-нибудь скажет, что прям вообще в обратном, в обратной последовательности. То есть, сначала зажарку сделала, потом свежую курицу клюхнула, потом уже морковь с луком свежий и картофель отправила. Да, картофель. Я его промыла еще раз и прям с водой, которую залила, туда и закинула. Теперь я сейчас добавлю еще 2 литра воды. Итак, я залила еще 2 литра воды. В итоге у меня получилось 3 литра чистого воды. Плюс немного с картофелем было. Ну, то есть, вот так получается. Достаточно густой картошки. Да, я кладу всегда прилично. Все. Значит, я сейчас закрываю все это дело крышкой. И у меня здесь единственное, у этой мультиварки, прямо с самого начала, очень плохо работал всегда вот этот таймер. На режиме суп 25 минут я оставлю. Здесь под давлением 25 минут, наверное, будет как минут 40 в кастрюле. Да, я позволю сделать это под давлением на пару. Овощи меньше отдают своих витаминов. То есть, с пары ничего не выходит, и все витамины все равно остаются внутри. Поэтому и курица успеет провариться, и картошка сварится, но не разварится. Все. Здесь я выбрала режим и оставляю. Сейчас мультиварка доведет воду до кипения, наберет давление, и 25 минут будет готовиться мой суп. После чего я спущу пар, открою крышку и добавлю уже туда соль, специи и пермишельку. Время вышло. Мультиварка дала звуковой знак, что все уже готово. Готово. И сейчас я из него принудительно спущу пар. Мне нужно, чтобы еще кипящим в виде был суп, чтобы сварить в нем виросюм. Все пар вышел. Теперь я могу открыть крышку. Вот такая красота у нас идет. Я включила мультиварку еще на режим жарки немного. Мне нужно, чтобы эта вся красота кипела. Посмотрите, какая прелесть. Морковочка, картошечка, курочка. Я говорила, что независимо от того, что время получилось минут 40, картошка осталась с такими кубиками, но она уже все, она мягкая, она готова. Но она осталась в той форме, в которой мы ее туда отправили. Вот она прям, кубики такие плавают. Морковка тоже не развалилась, не развалилась. И курочка тоже отлично прям вся готова. Такая сваренная, нежная, мягкая. Вот видите, она прям от кости отделяется. Все, вот. То есть прям ложкой. И мне осталось последний штрих. Просто отправить туда подготовленный вермишель, соль и приправы. Все, все это перемешать. И буквально 5 минут это прокипит. И наш очень вкусный суп готов. Причем примечательно. Эта мультиварка настолько работает, как пароварка. И не пропускает из себя ни единого запаха. Ничего не пропускает. Все 25 минут, что готовился суп в мультиварке, запахов на кухне не было. Как только я открыла клапан для спуска давления, вся кухня и даже, наверное, вся квартира наполнились настолько сильным ароматом куриного бульона с овощами. Это вообще просто непередаваемый вкус. Вот такая красота выходит. Все кипит, все булькает, бурлит. Сейчас 5 минут это все проварится. И я уже буду угощать супчиком свою дочь. Она стоит недалеко от меня. Она говорит, ну когда же, когда же мне уже можно будет попробовать это объедение. Ну все, я думаю, что 5 минут прошло. И уже можно дегустировать. Запах действительно обалденный. Как в детстве. Лапшичка. Ну здесь вернишелька. Поверь, а теперь у меня есть дегустатор. Я это не ем, а дочь моя продегустирую. Да, да, та, которая пол это лава. Но она сейчас не прыгает, она сидит. Ну что-то ноги-то не поднимаешь, пол это лава. Она пробует. Очень вкусно. Очень вкусно. Картошечку попробовала. Это очень вкусно. Ну покажи вернишель, там же вернишель еще есть. Смотрите. Хочу поесть. Поесть она хочет. А по соли? По соли тоже нормально. Ну, по соли нормально получилось. В общем, он очень вкусный. Советую всем. Готовьте скорее и садитесь есть. Быстренько, быстренько. И самое главное, это достаточно бюджетно. Если вспомните, что курица у меня обошлась в 270 рублей. И я ее разделила на несколько частей. То в суп, наверное, пошла ее самая меньшая часть. Плюс картошечка, морковочка и лучок. А получилось очень много, наверное, 4 литра супа. На большую семью этого хватит на 2 дня. Поэтому готовьте такой куриный вермишелевый супчик. И не покупайте доширак. Он вредный и выходит намного дороже. Если вы умеете считать, вы это сразу поймете. Всем приятного аппетита, хорошего настроения. Всем до встречи. Пока-пока.